Теперь возьми и тоже подтопчи, потом перейдем на кисть. Зелененький, можешь и этот зелененький, и голубой-желтый, да-да-да, и этот тоже как холодненький. Давай, ну все же у тебя прекрасно. Хорошо, значит немного поиграем и мастефинчиком. Здесь, скажем, у нас светик, здесь у нас светик, и чтобы он не сопротивлялся набору, мы разгребли мастихином краску, и тогда уже впишем нужный цвет макательно. Пишем. То же самое. У нас появилась и линия горизонта, здесь, да, линия холма. У нас появятся легкие наметки на створики, которые, поскольку мы нацарапаем, немножко дополним кисточкой уже. У нас появляются звучики вот такого характера, первые звучики, уже вот такого характера, макательно, деликатно, не сильно жмя, вот так, деликатненько, начинаем наращивать вертикальность этих трав. Причем, вот плоскость, вот теневая, вот световая, вот теневая, вот световая, да, в закругленности. Холм живет по этой же формуле. Маленькие холмники внутри большого холма. Хорошо? То есть вот этот момент, когда светлость верхней части холма заслоняет темность нижней. Светлость заслоняет темность. И так тут три сегмента. Первый крупный, мельче, мельче, тоже появляется своя логика, да? Крупный, мельче, мельче, и появляется уход вдаль. Так, давай, сейчас я самому-то вообще поплакаю. Значит, все детки знают, какого цвета стволы. Коричневый. А взрослые художники знают, что стволы, это еще и фиолетовый. И там явно мигает фиолетовизна. Фиолетовизна и розовизна. Тем более, что розовизна здесь некий, некий, да, лейкмотив. Вот они, вот они. Смотрите, пробую. Они сразу стали в унисон всей идеи картины. Вот они. Можно этих веточек еще чуть-чуть поднасадить. Вот они. У дерева есть слои от этих крон. Эти слои располагаются... Несколько располагаются зонтично. И тогда появляются кроны. Согласны? Смотри. Зонтично. Вот такими зонтиками. Внятную очерченность создать. То есть, если что, подразгрести. Чтобы белый зашел. Не упирать их в самый край. Все-таки сохранить силуэтность. Ладно? Вот этот подъемчик довести вот до бугра. Там красиво. И оно именно поэтому нам с тобой понравилось. Такое место. Что там есть этот бугор. Выразить этот бугор. Итак, свет сюда. Макушка здесь. И теневое. Некоторое теневое тоже здесь. Хорошо? Вот такое теневое. Не получилось создать. Не получилось. Значит, еще раз посмотрела на руку и посмотрела. Тень, свет. Где здесь тень? Есть она, да? А что, здесь чем-то отличается? Здесь тень. Здесь свет. Здесь тень. Здесь свет. Тень, свет. Вот именно по такой конфигурации крупный сегмент мельче, мельче. Именно по этой конфигурации создать. Поняла? Угу. Давай. То есть, укладка хорошая. Скорее перебор. От забора ушла, но краски так много, она не порешала вопрос. Слишком много этих стройных торчалок. А у нас там все-таки нет этой стройности. Скорее, есть кудрявость. Правда? Да. Кудрявость. Накудрявость. То есть, мастихином переувлеклась. Нам нужно было не забить мастихином заборами, а дополнить макушечкой. Ты увлеклась. И вот, конечно, за эту кашу теперь месить очень тяжело. Я бы, честно говоря, все сбрил, прикрепленил бы за мной. Но оно красиво уже не будет. В том числе и зеленым. Тоже скудряв, скудрявичной. Чуть-чуть скудрявичной. Чуть-чуть подбросит. Очень много краски, которая невкусно лежит. А вот здесь не хватает тональной активности. Так хорошо начинал, начинал и вдруг полный кювет. Там прямо отделено. Отделено. Внятно отделено. Согласны? И кудрявенько тоже. Почувствуйте разницу. Оно, да? Значит, перейдешь тут на эту. То есть, с силуэтом должно стать. То же самое с силуэтом. Ну, я бы сбрил. Потому что сначала можешь накудрявить, если можно будет в эту продолжать развивать. Где-то там желтый. Там же вообще не желтый. Смотри, желтоватый, зеленый у дерева. А здесь вообще холодный, ледяной. Синюшный. Вот такой синенький. Вот такой. Синюшный. Зачем же так откровенно в руки устраивать? Вот, кстати, красиво. Правда? Несмотря на густоту, несмотря на грязь. Красиво. Ладно, тогда не сбривай краску. Постарайся дополнять. Хорошо? Значит, и врухать не надо. Ладно? Прямо возьми, запаривай. Не врать. Смотри, какой там холодочек красивый. Ну-ка, си. Ну, по-своему, конечно, прикольно. Ой, а ты меня совсем не ждала. Вообще не ждала. Ты хотела, чтобы я тебя уборочек не ждал, да? Да, ну, а сейчас придет. Берет я сейчас. Пока просто постою. Нет, надо ждать. Так. Вот этих вот я предложил тебе, уходя. Я их делала, но они получились не такими яркими. Да, хорошенькие звучики такие. Унаряднивают все. Ну, так вот. Сок, ну, значит, не знаю, что это будет. Ну, это какие-то, как мою команду. Пыталась на это сделать. Так, хорошо. Как-то ты с зеленым, смотри, не хочешь дружить. Вот с этим холодным. Смотри, какая там холодноватость зеленого. А вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть какой-то зигзаг, касание произойдет... Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей части. Поскольку его нельзя показывать людям, иначе все перейдут на этот ядерит и розовый, а он съедает потом соседей по замесам. То есть смешал с коричневым, будет через два месяца только розовый. Смешал с синим, будет только розовый. Ну как щеки, которые пришли с мороза. Вот такого становится цвета все. Поэтому я его не показываю, хотя он бы здесь пригодился. Он бы съел это все своим розовым и было бы хорошо. Но имею ввиду, что если найдешь потом какой-то очень едкий розовый цвет, может потом по сухому чуть-чуть помокать, будет чуть богаче. Пусть немножко цветет. Так. И немножко створечку. Голубой, розовый, вместо коричневого. Ну можно и немножко коричневого. То есть не коричневый во главе угла. И опять чуть-чуть попридушим. Стволы, чтобы они немножко прикрылись собственными веточками. Может быть немножко деликатнее дотыкать вот здесь. Вот здесь хорошо, а здесь может быть чуть-чуть деликатнее поперемешать одно с другим. Ну что, помоем нормалек, да? Забавно. Ну, опять же, это говорит о том, что даже неопытный художник может рисовать. Главное, затею красивую, затею. Ну вот такое цветовое волшебство. То есть любой сюжет самый элементарный, примитивный сюжет можно до цветового волшебства довести. И не обязательно быть уж точным в цвете. А главное, чтобы оно... Ну, вкус проявить в цвете, да? Не знаю, насколько мы проявили. Ну, симпатично. Выглядит очень импрессионистично. А здесь там какой-нибудь еще, может быть, куколку, которая мама с дочкой цветочки собирают. Уже было бы веселее. Да, это будет сложно. Какая-то тропиночка, змеечка. Уже было бы. Ну и так хорошо. Спасибо. Спасибо.